Доброе утро, друзья! Сегодня в нашей студии снова красиво, потому что произведение искусства, которое на Марине и которое на замечательной модели, это достойно того, чтобы вам разглядеть во всех своих прелестях, ну и поговорить об этом. Для этого мы пригласили в гости Анастасию и ее модель Елену. Настя Климова, дизайнер-создатель бренда украшений Омут. Доброе утро, Настя! Доброе утро! Доброе утро! Знаю, что недавно в художественный музей вы передали одну из своих, ну я бы так сказал, кольчуг, и они с удовольствием ее приняли. В чем суть самого мероприятия? Ярославский музей обратился к нам с просьбой передать одно из украшений фонд, как образец современного дизайна, который делается в Ярославле. Мы этому были очень-очень сильно рады. Мы предложили сделать из этого небольшое событие, чтобы рассказать людям о том, что это вообще, как это делается, и почему именно это несет художественную ценность, и почему музей захотел нас, и почему мы захотели музей. Но музей-то почему вас захотел? Ну, музей захотел, во-первых, потому что это интересно. В нашей команде есть архитекторы, которые давно уже сотрудничают с художественным музеем, и вещи эти сложные по конструкции, сложные по созданию, и музей, в общем-то, смог самостоятельно оценить это и захотел. То есть признаны художественной ценностью? Да, конечно. Настя, расскажите, пожалуйста, как вы вообще пришли к этому? Потому что действительно материал используется очень необычный, и очень редко встретишь, чтобы дизайнер стремился создавать из таких... Не из ткани, да, а из практически, ну что это, это железо же? Это металл, да, это алюминий, да, все верно. Но вообще я начинала делать украшения из кожи, и используя просто небольшие металлические элементы, колечки, звенья. И потом как-то постепенно этот материал вытеснил вообще кожу. Произошло так, что я просто пробовала, нашла вот эту фактуру, такой кольчуги, осознала, какое множество, может быть, интересных конструкций. И вот уже несколько лет я работаю, и, в общем-то, не иссякает еще фантазии по поводу того, сколько всего можно сделать. И потом это интересно с точки зрения, что с этим никто не работает, а тема вообще интересная. Это и там, и ремесла, и там, рукоделие, да, при этом... Некая российская самостийность. Есть, есть, да, такая работа, при том она такая не кичевая, да, когда это хохлома там, или вот все, что... Бросается в глаза. Все, что принято, да, думать как клише такие русского стиля, да, это же тоже все наши, в общем, в принципе, истории. Почему на девочек? Потому что это же на мальчиков должно быть, это богатыри, там, Алеша Попович, Добрыня Никитич, вот они должны, еще шлем должен быть, нет? Хотим попробовать, но, в принципе, конечно, изначально как-то мне было интересно работать с женским телом, с женскими формами, как это все будет лежать на этих изгибах, как принимают формы. Настя, расскажите, пожалуйста, поподробнее о самом процессе производства. Вообще процесс очень трудоемкий, занимает очень много времени, особенно какие-то большие кольчужные вещи, это занимает, там, часы, дни, недели, а то и несколько недель. Вручную это происходит? Да, это происходит все вручную, мы закупаем метрами, километрами даже, можно сказать, цепочки, часть разбираем, часть собираем и потом делаем из этого модуля, из которых собираем уже. То есть это цепочка, которую вы переплетаете? Да, переплетаем, да, 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 все верно. То есть это не изначально проволока, вы из проволоки звенья, потом делается... Не, не, вот эта часть автоматически, да, все остальное уже, да, но в любом случае, получается, каждое звено подвергается ручной работе. Ну и последний вопрос, в повседневной жизни это можно носить? Конечно, конечно. Посмотри на меня. Конечно, можно и нужно, это просто такая экстравагантная деталь, которая может мгновенно помочь преобразиться вам. То есть вот бытовой совершенно наряд, какой-нибудь футболка, джинсы, вот ты идешь вечером, достаешь из сумочки это украшение и превращаешься в девушку, на которую смотрят абсолютно все. Смешной вопрос, на самолет пройти можно мне или нет? Кстати, интересно. Конечно, именно в ней не знаю, но когда в чемоданах перевозили, пару раз были моменты, когда остановили посмотреть, что же это такое в чемодане лежит. Почему люди везут цепи? Цепи, да, да, да. Килограмма, да. Есть такой момент, да. В общем, немножко стало нам понятнее, зачем девчонки наши милые носят на себе цепи, совершенно мужчины не от недоверия к вам, они так приходят на свидание, а для того, чтобы соответствовать последним трендам русского, подчеркиваю это, самостейного искусства. Сегодня в гостях у нас была Настя Климова, дизайнер и создатель украшений и ее помощница и по совместительству модель Елена Калинина.